Здравствуйте! Это программа «На связи». Это первый выпуск нашей программы в 2014 году. И сегодня у нас в гостях заместитель главы местного самоуправления Кстовского района Иван Николаевич Зверев. Иван Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Программа необычная, программа итоговая. У нас все еще елка в студии. И я хотел бы действительно вас попросить подвести итоги года, поскольку вы человек для района уникальный, знающий ситуацию не только изнутри, но и на очень продолжительный период времени. Каким был 2013 год для Кстовского района, на ваш взгляд, если учесть, что вы уже 18 лет, собственно, во власти? Ну, если скромно, двумя словами, вообще я могу расширить, конечно, эти два слова до энного количества слов. В общем-то, год был неплохим, год был удачным, год был сравнительно спокойным. А вот если сравнивать с периодами, которые я являюсь депутатом Земского собрания, депутатом Земского собрания я являюсь с 96-го года, срок достаточно солидный. 18 лет. Да, да, срок достаточно солидный. То есть мне приходилось поработать при Вячеславе Ивановиче Болике. Вот я помню времена, когда мы, депутаты Земского собрания, значит, хотели современности, хотели вот именно то, что, ну, как это принято говорить, не знаю, революции, духовной революции, значит, какой-то другой. Значит, он нас сдерживал, то есть вот этот сдерживающий фактор. Многие кричали, многие шумели, а Вячеслав Иванович гнул свою линию. Район должен быть единым. Значит, вот только сегодня, по прошествии длительных времен, начинаешь осознавать, что во многом он был прав. Ну, я поработал при Юре Николаевиче Лебедеве, я проработал при Олег Анатольевичем Малькове, значит, когда они были руководителями района. Значит, какой-то небольшой период был, уже при другом системе формирования власти, это Локтев и Порухин, там уже два лица, хотя глава на целом был Локтев, вот, ну, сегодня Кузнецов, значит, Алексей Александрович. То есть, вот если сравнивать, что, чего и как, вы знаете, я не люблю сравнивать, скажем, с позицией сегодняшнего дня, то есть, что было в прошедшем веке. Ну, правильно. Были абсолютно другие условия, абсолютно другие возможности. И по всем временам, скажем, вот, если взять просто вот эти вот периоды жизни, скажем, исходя из того, какие были возможности в те времена, то, в общем-то, вот этот период, вот этот год, как я сказал, он был достаточно неплохим. Многое задуманного было выполнено. Ну, если возможности нет, то, как говорится, не выпрыгнешь. Ну, да, да. На самом деле, я не знаю, обижает ли это жителей Кстовского района, тем более таких сторожилов, как вы, но в целом на областном уровне у людей достаточно часто Кстовский район ассоциируется, действительно, с серьезными такими политическими войнами, с какими-то постоянными спорами и словными копьями в части того, кто должен быть руководить в районе. Ну, то есть, это очень нестабильный в политическом плане район с точки зрения областного центра. Поскольку я недавно в Кстово, я имею возможность оперировать только вот этими понятиями. Вы согласны с таким реномой района и обижает ли оно у вас лично, например? Ну, то, что они вспоминают о Кстовском районе, то, что они вот ждут чего-то от Кстовского района, пусть, они знают взрыва политического, экономического и прочее, прочее. Это приятно, это, в общем-то, хорошо, они помнят, они знают, они не забывают. Главное, не забывают, да. Да, они не забывают, то есть, им интересен Кстовский район. А на самом деле, почему не интересен, если почти четверть бюджета формируется за счет доходов Кстовского района, областной бюджет, я имею в виду. Да, да, да. Поэтому, почему не интересен, если Кстовские места, практически все Кстовские поселения, это достопримечательность Нижегородской области. Это тоже интересно. Да. Поэтому, да, ждут они, наверное, чего-то. И, наверное, самое лучшее для Кстова, когда вот держать этих людей в каком-то напряжении, а чтобы в районе было все нормально. Вот тогда это будет наиболее эффективно, тогда и для района это будет здорово. Раздрая нет, все хорошо, но на грани этого, на грани фола какого-то. Постоянное ожидание чего-то. В этом смысле, когда вы говорите о 13-м годе, который был спокойным, как можно оценивать взаимную работу, взаимодействие депутатов Земского собрания с исполнительной властью? Ну, вы знаете, я вот, когда стал заместителем главы местного самоуправления, стал я при Локтеве, значит, когда Локтево депутаты, значит, сделали главой местного самоуправления, председателем Земского собрания, была предложена моя кандидатура стать заместителем главы местного самоуправления. Вот я согласился, как бы при условии, что я согласен быть заместителем главы местного самоуправления, значит, но, ребята, я не буду отстаивать абсолютно никакие интересы. Я все же заместитель главы местного самоуправления, я должен поддерживать главу местного самоуправления и оставить интересы только района, только избирателей. А если начинается какие-то дрязги, значит, извините, не обижайтесь, значит, я буду достаточно жестким, потому что есть определенный опыт. Поэтому в этом плане, в общем-то, все нормально. Взаимоотношения, ну, к сожалению, да, вот, сложилось так, что Андрей Васильевич Локтев, ну, во-первых, он не избрался в депутаты города, значит, поэтому он даже не представлен был во власти, поэтому там все было понятно. Я в этот период, месяца два с половиной, по-моему, исполнял обязанности главы местного самоуправления. Как бы вот, не влезал я вглубь, конечно, но, однако, все равно что-то я понял, а что такое глава МСУ. Значит, и когда была предложена кандидатура Алексея Александровича Кузнецова, значит, я ее, естественно, поддержал. Я Кузнецова, кстати, знаю достаточно давно. Он с 96-го года, по-моему, тоже является депутатом Магитинского собрания, вот, или пропуск у него тут был один год. Поэтому мы хорошо знаем друг друга, и тут вопросов не было. Когда вопрос стоял о главе администрации Экстовского района, ну, на сегодняшний день, значит, такого грамотного, значит, человека, который может выполнять то, чем должен заниматься, должна муниципальная районная власть, в общем-то, выбор там небольшой, и кандидатура Конюху как раз под это дело подходила. Единственное, были рекомендации, нужно подобрать хороших, живых, действующих таких вот работящих заместителей. Поэтому депутаты проголосовали практически единогласно. Юрий Павлович стал главой администрации. Вот год он отработал, Юрий Павлович, он отчитывался. Да, был отчет. То есть депутаты признали работу администрации удовлетворительной. То есть главы администрации, я, пожалуй, все же подчеркну, потому что некоторые службы администрации до сегодня еще не осознали, что они работают в администрации и должны работать для людей, а не для себя. Так что, в общем-то, вот, взаимоотношения в целом нормальные между властью, так сказать, представительной и исполнительной. Я, кстати, наблюдаю ваши выступления, как на заседаниях земского собрания, так и на оперативных совещаниях рабочего порядка. Вы зачастую поднимаете темы, которые, ну, с точки зрения, может быть, исполнительной власти мелковаты для того, чтобы поднимать их на таком высоком уровне. Ямы на дороге, какие-то кучи неубранного мусора. Это все происходит действительно достаточно регулярно везде, наверное, в каждом российском городе. И, тем не менее, далеко не всегда люди на это обращают внимание. И, опять же, отмечают, что по прошествии определенного времени с вашей ли подачи или в силу просто накатанного механизма работы эти проблемы устраняются. Почему вы на это обращаете внимание и как нам быть хозяевами на своей земле так, чтобы вот этого всего не наблюдать? Ну, во-первых, я живу в городе Кстову, в Кстовском районе. Во-вторых, я все же депутат сельского совета, в первую очередь, Безводинского сельского совета. Значит, и депутатами сельского совета я направлен вот так, по закону, значит, в земское собрание, как депутат земского собрания, то есть, представлять сельский совет. Поэтому, вообще, из глубинки виднее некоторые вещи, которые с замыленными глазами на верхах не всегда видят. Да, возможно. Да. И в Безводном у меня есть бизнес собственный, поэтому еще там как бы завязаны. Поэтому, да, я наблюдаю, ну, может быть, в силу того, что у меня характер такой, я не могу пройти мимо, когда вижу какой-то непорядок. Мне не нравится, когда чиновник должен выполнять свою работу, делать свое дело, ему за это деньги платят. Значит, а он, ну, ладно, завтра, ну, ладно, послезавтра, а жители-то жить сегодня надо. Мне, допустим, не нравится, когда человек преклонного возраста, значит, обращается с какой-то просьбой, ему говорят, что, ну, ты подожди, мы там через годик твои проблемы решим, да, может, он не доживет этот годик. То есть, праздник-то ему сегодня надо устроить, а сделать-то нужно, просто может пообщаться и какую-то мелочь там сделать. Ну, то, что касается уборок территорий, городов, к великому сожалению, вот, к сожалению, я говорю, и говорю это осознанно, значит, сегодняшняя система формирования власти на Кстовской земле мне не нравится. То есть, мне она никогда не нравилась, но 131-й закон это позволяет. Вы имеете в виду существования? По представительскому принципу, да. То есть, во-первых, мне нравится, почему, скажем, два депутата в земском собрании от Безводинского сельского совета. Значит, там избирателей-то, кот наплакал, меньше тысячи, значит, на двух человек. Значит, а вот в городе два депутата земского собрания от избирателей, количество которых составляет, по-моему, 40, ну, где-то около 50 тысяч человек. То есть, на 25 тысяч один депутат, а у нас на 500 человек депутат, хорошо живет село в этом плане. С точки зрения представительства, да. Ну, мы видим больше недостатков, и поэтому мы, наверное, все-таки городу... С точки зрения бюджетов, ну, наверное, нет смысла обсуждать сейчас этот вопрос. Хотя, можно будет поговорить. Сегодня бюджет города Кстова почти равен бюджету Кстовского района. Я имею в виду средства, которые собираются непосредственно районам. Потому что там две трети бюджета – это деньги на образование, медицину, значит, которые субсидируют область. Поэтому тут... Ну, и, к слову говоря, раз уж мы об этом заговорили, действительно, в последнее время активно обсуждается инициатива правительства Нижегородской области. Я думаю, что откровенно стоит говорить, откуда исходят инициативы. О создании в Кстовском районе единого муниципального округа, так же, как это сделано, например, в Борском районе, в некоторых других, кстати, исключительно в таких достаточно знаковых промышленно развитых районах такие мероприятия проводятся. Вы поддерживаете эту идею? Это похоже на то, как власть в Кстовском районе существовала, скажем, в 90-е годы, может быть, и еще в более ранние времена? Ну, в целом, идею, значит, что нужно что-то делать с той системой формирования власти, которая сегодня есть в Кстовском районе, значит, у меня абсолютно никаких сомнений нет. Значит, есть хорошая поговорка, значит, что вот если веник, все пруточки в венике, попробуй его сломать. Если пруточки, значит, по одному, то их без проблем переломаешь и выбросишь, правильно? То есть, вот если район цельный, район, то все, что, все радости, беды и все остальное, значит, одни все в целом в районе, то есть там все более-менее понятно. А у нас все равно есть районная власть, есть поселенческая власть, значит, самостоятельная поселенческая власть. То есть, ну, у нас, слава богу, хватило ума у сельских поселений, они большинство функций передали, значит, района и не стали формировать собственные службы. А город живет как город. Он у нас в районе как барин на отдельном хозяйстве при больших деньгах. И это тоже примечательный факт, наверняка же будет какой-то всенародный еще референдум на тему объединения района и единый муниципальный округ. Уже сегодня удается заметить публикации в прессе, в районной прессе, в которых пытаются сыграть на чувствах какого-то уж совсем местнического эгоизма. И жители непосредственно Кстова, города Кстова, районного центра, пытаются убедить, что вам будет хуже от того, что объединится район. От того, что, ну, то есть, принимая, как бы, к сведению вот эту вашу метафору про веник, получается, что пытаются сказать, что мы отдельным городом Кстова сможем просуществовать и никто нас не сломает. Почему вы все-таки уверены в том, что району важно существовать как единый целый? Вы знаете, я думаю, что будет хуже тем, которые сегодня говорят о том, что если район объединится, будет единый целый, то будет хуже. Вот тем людям, которые об этом говорят, наверное, будет хуже. Они не будут кормиться от того пирога, который сегодня отделен от района, значит, и люди подкармливаются. Я не хочу там говорить какую-то конкретику, потому что, чтобы была конкретика, нужно провести определенные работы. Поэтому хуже не будет точно. Даже разговоров нет единственное. Мне не очень нравится, значит, система создания округа, значит, по принципу, например, как в Семеновском районе. То есть там сложилось таким образом, что вот эти вот сельские поселения, которые удалены от района, а жители из этой деревни хотят иметь какую-то справку, а для того, чтобы взять эту справку, он должен поехать в районный центр. То есть вот это фактор нежелательный. Для нас, допустим, немного непонятно. Пока нет предлагаемой схемы хотя бы, пусть она не стопроцентная, но схема. А как будут выглядеть сельские советы? Мы прекрасно понимаем, что разгонять сельские советы никак нельзя. То есть, а почему должны быть отделены люди-селяне, значит, не иметь своих депутатов сельского совета? Будут какие-то исполнительные органы на местах? Там будут просто исполнительные органы. То есть есть и как предположение, значит, что вот в этом сельском совете, значит, будет там начальник отдела безводницкого совета, или как назвать, но совета-то может не быть, депутатов-то там не будет. Там будет только исполнительная власть. Наверное, останутся люди, которые работают с призывниками, там и прочее, это военкоматский, военно-учетный стол останется. Наверное, останется там еще кто-то. Но уже печати даже не будет в советовстве. То есть уже будет незаконно что-то. Поэтому я бы согласился в такой ситуации, что район должен быть единым целым. А в поселениях должен быть глава местного самоуправления, назовем это так, но он должен быть три-един. Он глава местного самоуправления, он председатель сельского совета, он глава администрации сельского совета. И у него вот это вот небольшая там 3-5 человек команда. Вот тогда сохраняется печать, тогда сохраняется возможность получения справок. Финансового обременения абсолютно никаких тут нет. Этот человек все равно будет, только называться будет по-другому. И людям, я знаю, что такое в Кстово, в районной власти получить какую-то справку. Надо же прийти, надо то, что говорят там единое окно, значит, у нас давно про единое окно говорят. Но пока еще никто ничего из этого единого окна... Много функциональных центров собирается построить. Собираются. А пока еще из единого окна никто ничего не получил. Да, в феврале, по-моему, у нас открытие будет. Несколько там услуг будет оказываться. Дай бог, чтобы это случилось. Но я в любой ситуации за единение района, тут даже и разговоров нет. Мы всегда были противниками. Вы знаете, как мы воевали? Когда было принято решение формировать в Кстове власть по представительскому принципу. Нас было там около 10 депутатов, наверное. Мы воевали, но нас не хватило. То есть мы не могли. Ну и была своего рода указиловка. Надо делать именно так. Понятно, что эта тема... Ставим такое жирное многоточие в конце этой темы, потому что она еще будет развиваться. Она только-только, да. Единственное, что, наверное, нужно знать нашим зрителям, что любая информация, которая будет появляться в ближайшие месяцы, будем так говорить, в различных средствах массовой информации района на эту тему, наверное, все-таки будет тем или иным образом политически окрашена. Поэтому всегда нужно, знакомясь с этими статьями, с этими публикациями, иметь в виду, что кому-то это, безусловно, выгодно. Есть в нашей программе традиция отвечать на вопросы, на вопросы жителей Икстовского района. И, кстати, часто именно по причине разного, существования властей разного уровня нам довольно сложно отвечать на вопросы, например, которые задают жители Икстова, непосредственно районного центра. Потому что, в принципе, их задают представителям районной администрации. И, наверное, рычаги управления, решение этих проблем находится в руках представителей городской администрации. Какие вопросы вам чаще всего задают, как депутату, в вашем сельском поселении? У нас была отдельная программа, посвященная Безводинскому сельсовету, и мы там многое обсудили, но, тем не менее, хотелось бы знать ваше мнение на это. В Безводинском сельском совете, вот там, являясь депутатом, вопросы задают именно жизненные вопросы для жизни села. То есть, что нужно на селе? Чтоб была электроэнергия. Конечно. Чтоб было светло. Чтоб было тепло. Там, где газ, чтобы он был. Газ, где нет, чтобы его туда провели. Где-то там другой вид отопления, значит, это дрова, это что-то другое. В летний период, значит, болезненно, это вода. То есть, в Безводном, судя по названию, Безводном, значит, вода, да, есть болезненная. То есть, вот это, ну и дороги, естественно, мусор, дороги, то есть, ну, как и везде в основном вопросы. И мне вопросы задают на моем, там, Безводинском избирательном округе, значит, задают подобные вопросы. Вопросы по воде задавали сразу практически, я еще и депутатом не стал. Я там бывал в Безводном, неоднократно, и помогал. То есть, ну, мы решили практически эту проблему. Она решена. Сегодня, если потребность по воде, где-то порядка, по-моему, 300, что ли, кубов, значит, у нас воды сегодня 500 с лишним кубов. То есть, ее достаточно, но все равно, когда страда, когда вот этот майский, июньский полив, все равно ее не хватает. Значит, в Безводном много солидных домов, коттеджей, то есть, вот много людей, так сказать, которые... И водопотребление соответствует. Да, и водопотребление возрастает. Если в зимний период в Безводинском сельском совете живет, если мне память, порядка 1100, значит, жителей, то в Безводном, то в летний период, значит, 3 с лишним, порядка... То есть, возрастает в 3-4 раза количество проживающих. Понятно, потребление возрастает. Вот, этот вопрос задается. Сдаются вопросы по чистке дорог, иногда, скажем, вот, ну, занесет занос, и зима, почему? Ну, оперативно решается это дело через администрацию. У нас опытный глава администрации, Николай Вячеслав Шносов, значит, поэтому там все эти вопросы разруливаются. Кстати, задавали вопрос по транспортному снабжению, и действительно, во многом, может быть, даже с помощью нашей программы удалось этот вопрос поднять на самый высокий уровень. И, скажем, доставка школьников в прекрасную Безводненскую школу, в которой я действительно был и видел, что это одна из лучших школ, наверное, даже в целом по региону. Доставка школьников из Кстова в эту школу в Безводном, крайне редко такое бывает, чтобы из райцентра ездили в село, теперь организована на более высоком уровне, чем это было до сей поры, во многом, потому что вопрос звучал в программе «На связи». Новые автобусы, насколько я знаю, в конце года были закуплены Кстовским пассажирским автопредприятием, и тоже одно из первых направлений – это именно Безводное, потому что действительно пассажиропоток растет. Развивается эта территория, она наиболее предпочтительна сегодня, наверное, во всем Кстовском районе для проживания. Как помогают вот эти вот обеспеченные, будем так говорить, временные проживающие, помогают ли они вообще в целом в благоустройстве Безводного? Прекрасно, помогает. То есть, вы знаете, у нас, в основном, конечно, работает глава администрации, но у нас очень хорошие контакты вот с этими временно проживаемые, люди достаточно далеко не бедные, значит, многие вопросы решаются с их помощью, то есть, ну, так называемая спонсорская помощь, слово может не совсем такое вот, но, однако, оно нормально звучит. Люди просто склонны как раз обустраивать то место, где они. Да, вот смотрите, значит, вот вы сказали про школу, значит, на самом деле, буквально там 5 лет назад, значит, стоял вопрос, а что делать с Безводинской средней школой? Там было, если мне память не изменяет, порядка 70 учащихся всего, больше не было там ничего. По состоянию на сегодняшний день в Безводинской средней школе учатся 150 с лишним учащихся, значит, и 2 детсадовские группы. Детсадовские группы, да. Да, то есть, около 50 человек в детсадовских группах, порядка 200 человек, вот 5 лет, 70 и 200. Значит, в этом году произошло, как бы, замечательное событие, наверное, для людей, которые получили эту землю. Выделено 70 участков для многодетных семей, в основном это нижегородцы. То есть, вот у каждого из них по 2, 3, 4 ребенка. Там уже есть одна семья живет. И 2 ребенка ходят в школу, 1 ребенок ходит в садях. Вот представьте себе, значит, в течение 2 лет они построятся, и еще будет 200 дополнительных человек, скажем, детей, которые пойдут в школу и в садик. Поэтому сегодня Безводинская администрация за счет собственных средств своего бюджета делает проект, привязку проекта под новый детский садик. Ну, школа там на 400 мест, поэтому школы хватит. А вот садик будем привязывать там. Поэтому я так полагаю, что лет через 5, там вообще будем кричать, мест не хватает. Да. Поэтому в этом... Гротический, геморфический, искусственный такой, но все-таки взрыв. И здесь, вот когда школа, вот за эти годы отремонтирована школа полностью, сделана кровля, вот эти вот две детсадовские группы, на всех этажах сделаны ремонты. Но и нет, они все деньги бюджетные, значит, большая лепта внесена именно вот людьми, которые проживают там, ну, может, не постоянно, временно, а некоторые постоянно проживают. Значит, можно быть все-таки хозяевами на своей территории, если... Конечно, у меня абсолютно сомнений нет. То есть, если хороший хозяин, значит, конечно, можно хозяйствовать. Ну, у нас практически все главы администрации, вот, представители сельских советов, главы МСО, ну, вы бываете на оперативках, ее слышите, в основном люди достаточно ответственные. Конечно, и опытные, да. И опытные, опыт тоже богатые, поэтому там в этом плане все нормально. Юрий Павлович прикладывает усилия как-то координировать. Алексей Александрович, свою помощь с позиции политические. Ну, год четвертый, четырнадцатый, наверное, будет сложноватым. Год предвыборный. В марте у нас выборный срок, поэтому... А лично для вас прошедший год был годом юбилейным. Чем запомнился, вот, собственно, в вашей жизни? Радуют ли дети, внуки? Насколько семейная жизнь вас устраивает сейчас? Ну, начнем с последнего, значит, насчет семейной жизни. То есть, ну, вот, сегодня не один юбилей, а два юбилея. Вот, 45 лет мы отметили 27 декабря с супругой. 45 лет совместной жизни. Здоровье вас, да, это замечательно. Так что, в этом плане все нормально. Ну, дети, к сожалению, одна дочь, вот, в свое время, ни второго, ни третьего ребенка не народили, значит, один ребенок. Ну, слава богу, там все хорошо. Внуки радуют. Внучка на четвертом курсе института. Внук похож на меня, и в характере тоже. Так что, я думаю, все там будет нормально. Вот, то, что касается, вообще, год юбилея 70-летнего, то есть, ну, слава богу, я до сегодняшнего дня работаю. Значит, хоть я сегодня посвящаю себя бизнесу собственному. Ну, какой собственный бизнес, значит, была вложена, все, что заработал, почти все, что заработал, я вложил, опять же, в Безводненский сельский совет. По сути, да. Я думаю, что если посмотреть, вы не были ни разу там? Что, значит, проезжал мимо, да, но... А вот, загляните, то есть, я думаю, что на Нижегородской земле в таких селах, как Безводная, вряд ли найдется еще такой комплекс. Наслышан, да, да, знаю. Вот губернатора дважды приглашал, вот он сейчас услышит меня, если он просматривает. Дважды приглашал, дважды он не обещал, но все некогда. Я понимаю, что ему не до вот этих поездок, ну, можно бы выиграть. У нас есть еще многое время впереди. Да, поэтому в этом плане все нормально для Акстовского района. Ну, наконец-то мы получили ФОК. То есть, здесь значительный вклад в основном, конечно, области и Лукойла. Тут не отнимешь, ну, частично финансировал город, поскольку деньги там есть. В основном, основной вклад это область Лукойла. Значит, спасибо Элик Первому, спасибо и Шансову, значит, за то, что вот это все сделано. Это большущее дело. Вот, ну, если брать город, значит, хотя и районные депутаты, вот, если брать город, конечно, проделана очень большая работа по благоустроению, по благоустройству города. Очень большая, то есть, правда, не все мне нравится, но у них... Так и не может быть, наверное, какие-то мнения должны быть альтернативы. Их, как бы, вот, свои, по-видимому, там расписано, как, чего, что делать, и поэтому вторгаться в чужую диапарк, и, в общем-то, мы особо не хотим. Хотя, иногда, я Салхуддину что-то говорю, он, как ни странно, прислушивается, нормально все. Это совсем не странно, Иван Николаевич, учитывая. Да, мы друг друга знаем давно, и поэтому в этом плане все нормально. Вот эти вот позиции, которые радуют, скажем, ну, насилие, слава богу, вот, игру везде, как бы, все стабилизировалось. Задуманное, в основном, все было, я вначале сказал, что, что все, в общем-то, неплохо. Есть, конечно, пожелание, чтобы вот этот 14-й год был чуть-чуть лучше, чем 13-й. Очень хочется, вы уверены. И в финансовом плане, и в политическом плане, чтобы не получилось у нас предвыборного раздрая какого-то, вот этого не получилось. Ну, это пожелание нам всем, депутатам, скажем, и властям, поселенческим, районным. Спасибо большое, Иван Николаевич. Надо работать всем вместе. Я думаю, к этим вашим словам должны прислушаться многие в районе. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в программе «На связи» нашим гостем был заместитель главы местного самоуправления Кстовского района, ветеран Кстовского района и просто старейшина, я бы сказал, Иван Николаевич Зверев. Спасибо большое за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова